всем привет всем привет с вами шмаком на канале уж и мы поиграем в игру за революсион и продолжим собственно говоря того самого где остановились прошлый разочек оба джурга же на нин фидель янтон контент фуке дтн били общественный обвинитель начиная сегодняшняя я буду присутствовать на каждом слушании кунала должен предвидеть во что я не приему компромисс в тем не менее надеюсь что мы найдем общий язык с этим я для вас полагая весь гильотину достроили возможно мы воспользуемся ей уже силой да мы ее видели ну да в прошлый раз мы видели что построил построили гильотину и теперь можно кого-то кому-то отрубать голову измена король скрылся любой обладающей информацией во местохождения обязан немедленно поставить в известность властей рабиспер хорошо скорее всего сейчас будет выбор выбор собственно говоря повесить или не повесить ставил составил рафаэль шалопен подсудимый люсиан бланшоу житель улицы милле все секции гравилье гражданин бланшоу владеет несколькими продуктовыми лавками получили множество жалоб касаемого нечестных методов введения торговли в том числе не насчет продажи испорченных фруктов ценовой спекуляции нарушение закона о максимуме цен вести планшоу отрицать все обвинения но проведение но проведенная мной проверка лавок подтвердила как минимум некоторые из них он утверждает что цены оказались завышены из ошибок проводовцов от испорченных овощей и фруктов планировали избавиться в день инспекции следует отметить что когда инспекторы указали на выявленные нарушения бланшоу немедленно сделал работников выговоры с готовностью приступил к устранению нарушений папка сделан молодой молодой торговец ярый сторонник якобинцев по его словам имеет связи с маратом и робеспьером возможно в этом есть доля истины учитывая что ему до сих пор удавалось избегать ответственность за свои нарушения 1 свидетельница он продал мне прогнившие яблоки он прикрыл их сверху свежими чтобы я не заметил 2 свидетельница моего мужа два дня тошнила после того как он поел сельдерея купленного этого мошенника ну собственно говоря не подождите когда выходите на рынок и хотите купить вы можете сами же выбрать сами же можете выбрать что что и как значит гнилые яблоки твою мать твою мать а подожди максимум цен ошибки работников от так осталось два вопроса до максимум цен мы не поняли ошибки работников ошибки обой работников а какая и последний он тар революция все вопрос открыт отлично отлично значит записная книжка а что у нас записной книжкой я уже сейчас то забыл как тут что делать зачем мне записная книжка тут что-то так ну ладно давай его спрашивайте я его морковку покупала прошу вас представиться люсиан бланшо род деятельности в данный момент торговец по совместительству временно заключённый ты шутник в обвиняйте спекуляции нарушение закона максимум цены продажи испорченной продукции только и все прошу суд добавить список обвинения умышленное причине не вреда здоровью парижанам путем отравления отравление от не свежих овощей еще никто не умирал тем самым признаетесь в остальных обвинениях я честный предприниматель я не позволю этим поклёпом навредить моей торговли так хорошо присяжный еще не готова чё нас иерархии робис пьер фидель давид бюрель это кто там он достаточно поведал своей жизни чтобы а мы где иерархия а мы еще нигде да мы в этой иерархии еще не уведомления кстати уведомления репутация члены ну короче репутация плоха у меня краппорт а вот отсчет его действие а ну давай начать слушание тогда публика я его морковь прошу вас так 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 вы знаете что от вашей до покупатель становилось плохо если кто-то сможет доказать что это произошло с ним после употребления моих товаров я с радостью возмещу им расходы на лечение или похороны я жду вперед съешь эту блесень самого ты получишь свои доказательства позвольте мне напомнить обвиняем что мы учитываем свидетельские показания он продавал не еду а дерьмо показания зависитников которые на все пойдет лишь бы навредить успешному человеку прекрасные доказательства вы признаетесь в том что продавали испорченные овощи и фрукты инспекция уже высказывалась на этот счет не зачем снова все это повторять отвечаете на вопрос и да и нет да потому что я признаю что подобное происходило моих лавках и нет потому что в том нет моей вины и чья же в этом вина по вашему я не могу нести ответственность за то что природа не сделала все яблоки равными яблоки не граждане франции но владелец этих лавок и вы несете ответственность за то что продаете в них я никого не принуждаю покупать у меня что-либо хотите сказать что ваши клиенты сознательно покупали испорченную еду у вас скупит черную как смоль морковь если вы сбросите цену на несколько суд но при этом ждут что на вкус она будет такой же как будто только с грядки в темницу его зайти издевательства похоже ваши работники слишком часто ошибаются я обработал в одиночку если бы мог но это и импасабл невозможно в целом паре в целом парижа не нашлось никого достаточно компетентного настолько невысокого мнения грн согражданах по правде говоря большинство людей болвана иначе мне не пришлось бы защищать себя в суде вы не пробовали просто лучше учить подчиненных ведению дел и я владелец бакалейных лавок они церковной приходской школы для слаборазвитых опять оскорбление мы тщательно изучили бухгалтерские записи и обнаружили что вы систематически не соблюдали максимум цен установлены законом вы будете отрицать свою вину эти записи ведутся простыми людьми которые способны совершать ошибки я обязательно их изучу и сделаю строжайшие выговоры гражданин бланшо напомню вам что вы не в администрации а в суде эти записи и в их текущем виде являются уликами для обвинения но это простые бухгалтерские ошибки допустим кто-то не в том месте написал ноль или поставил запятую все это объяснимо в конце концов мы же все друзья франции ведь так гражданин рабеспер уверил меня что это так а гражданин рабеспер уверил вас заодно о том что вы можете безнаказанно поделывать записи конечно же нет тогда почему вы назвали его имя и рабеспер не прислуж не прислуживает всяким торгашам тишина или остановлю процесс судья тоже мог быть подкуплен прежде чем миссии судя спросит позвольте мне кое-что прояснить у меня никогда не было намерений превышать максимум цен я хожу потом на вине предвзятыми и несправедливыми протестую вы корректировали цену только после появления инспекции подобные ему должны ткнить в тюрьме в миссии инспектор выписал внушительный штраф который я незамедлительно оплатил я уже понес должное ответственность за свою невнимательность штраф заплатил и снова будет продавать милые помидоры вы можете объяснить почему на вас годами жалуются только людей но лишь сейчас дело дошло до настоящего суда возможно потому что большинство этих жалоб было не более чем голословными обвинениями от завистливых неудачников вы так уверены что марата и робеспер вас защитят я уверен что меня защитит закон правосудие на моей стороне что вилла навела на вас на эту мысль закон должен стоять на стороне и безвинно преследуем он должен защищать страдающих и обиженных попрошу закончить мысль поскорее это не собрание национального конвента кто-нибудь что-нибудь понял прошу просить меня моя душа молит о таком вердикте чтобы упоминать вами деятелями марата и робесперу не пришлось вершить правосудие надо мной так и чё и все я ничего не понял с этим и чего ну а у меня нет вопросов его здесь несли контрреволюционный характер нет кому подсудимый относится с политической чем подсудимый несоблюдение а прокурор не будут ожидаемый приговор такая я не понимаю мне не присяж на приземку позорим заключение считает на к такое наказание достаточным пока это что у нас революционеры и простой люд ну я не понимаю новые на рынке он там не соблюдают это берлина поделок же не планшон невиновен и отвечу может идти выгрыда за справедливый вердик мой сердце стоит от мысли что еще остались столь благородные судьи это театр они суд не виновен вам подали все улики на блюдце вас вообще волнует наше решение в будущем он сын к нам прислушиваться смысле нет почему нет 22 из трех хорошая работа то есть мне нужно было там тоже так делать а я это короче я это не понял хорошо простой лют у меня минус принципе все да 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 дальше погнали пока непонятно как долго я продержусь связи с учреждением революционного трибунал нам понадобится официальная печать мне сказали обратиться к вам гражданин поскольку президент дева и я не дееспособен сколько он выпил как ни прискорбно он не смог уточнить приступим создать свою печать мне жаль что пришлось побеспокоить вас в столь поздний час печать будет готова уже завтра покойная ночь давай покеда так цена значит с батьком все нормально с женой вроде как бы так себе на революционеров он может повлиять это бернар фидель нет нет с ним появятся с ними появится вместо чтению всех кроме него монстрации для всех оскорбит кроме него так тогда политические дебаты ну а что ж вся как бы мне нужно держать все временно синие типа или посрединке можно держать вот это тоже непонятно да по игре утащая скорее может быть к несчастью мы теряем контроль натуры улицами люди считают что король их предал а кое-кто считает его шпионом пытающимся скрыться от ответственности вполне возможно что при подавлении беспорядков придется пойти на крайней мере нужна поддержка судьи чтобы все происходило в рамках закона что просите благословить вас на стрельбу в протестующих у нас нет другого выбора когда одни не контролируют свои порывы от этого страдают другие граждане посмотрите на окна следующий раз они ученят еще похуже чем просто швыряние камнями нам больно видеть как на улицах парижа бушует беспорядка на камаче матье бюрель увидим у нас что не имеет больше возможности контролировать ситуацию мирным путем сим мы рекомендуем наделить его полномочиями применять более решительные средства дабы защитить невинных граждан однако мы хотели бы узнать мнение трибунала по этому вопросу я подтверждаю право национальной гвардии примет силы против вандалов разрушающих слен но видимо да долг гвардии защищать невинных от тех кто не может контролировать свое поведение я подтверждаю решение а еще надо о классно ульк мы можем только надеяться что успеем остановить безумие как интересно вы называете массовые расстрелы но в целом-то толпа снова хотела быть и судьей и присяжные в одном лице и вешать людей на фонарных столбах бедолагу пашара чуть не повесили пашара клада пашара именно любимый учитель твоего фредерика ты отказался от его услуг после всех этих событий скорость церковной присягой не так ли да фредерика мне часто говорит что скучает по учителю а фредерик это кто простите вы что делаете ли суть сейчас начнется насчет миссия пашара вести распространяется быстро пашара винили в контрреволюционной деятельности и же его знаешь это не может быть правдой все не так просто уходить пока ты разговор куда никто нибудь не услышал папа пожалуйста а это мой сын точно я забыл и из дома подумай себе хотя бы раз папа то есть мы его сейчас будем это кто а не надо представляться клад пашар миссия судья в весь шпионаж в пользу контрреволюционеров критика все с порядка вы признаете свою вину меня не в чем признаться признаваться обвинение преувеличено исходит от злопыхателей как это типично для святошца являет что революционное правительство действует из злых побуждений так папка сделан клад пашар 20 26 летний викарий и учитель сын сапожника верит в идеалы просвещения после отказа подчиниться гражданскому устройству и духовенства был исключен из прихода получил запрет на проведение служб и приговорен к изгнанию несмотря на это остался в париже продолжу работу учителя начатую до 1789 года по чистой случайности пашар был задержан на улице офицер стражи несколько месяцев присутствовавший во время слушания опознал его исполнил свой долг дальнейшее расследование признала пашара виновным в шпионате распространение контрреволюционной пропаганды для подготовки к иностранной реинтервенции которая могла бы положить конец революции и второе в комнате арендуемой пашаром у некой мари жиме была обнаружена переписка с архиепископом жоаном арсеном добротейлем в ней у священников выздавали информацию о бунтовщиках и скрывающихся монархистах также были найдены драгоценности золотокубок и мощевик в дополнение к этому попечитель приюта в котором клод ввел занятия засвидетельствовал что учитель подвергал сомнение устой революции прямо перед учениками заявляя что эти устой не так важны как заповеди господни улика письмо к лоду по шару так вопросы а подожди не вопросы я хочу рап протокол какие ценности были изъят у подсудимого когда и где подсудимый смущал умы хрен за этого тоже не знаю пока так а вопросы да да вопросы так вопросы вопросы письмо от архиепископа у лико хорошо хорошо учитель хорошо изгнание а что у меня осталось то распространение пропаганды а это же улики нет ой слава богу что я все открыл я на самом деле не знаю это так ли это так почему посудима стал так давай почему посудима остался во франции хотя был изгнан а мне нужно было заботиться о больной матери без меня она бы не выжила почему тогда не взяли ее с собой давай прижми предателя у меня не было возможности я лишь бедный викарий по которому запрещено даже проводить службы мне приходится вести уроки каждый день чтобы выжить и поэтому начали шпионить ради денег нет же сами подумайте о чем вообще мог узнать например от предполагаемом преследовании священников этот аргумент используется архиепископом де бретелем и папой пием шестым для того чтобы убедить католических монархов необходимости выступить против революции я не общаюсь с иностранцами и точно не пишем никому о страданиях наших священнослужителей напоминаю вам что у нас есть доказательства вот судим много путешествует под департаменту города парижа для чего я веду уроки там где нахожу учеников я признаю что это занимает много времени и сил и потому вы получали золото от ваших иностранных сообщников единственные средства которые у меня есть я получаю от опекунов моих учеников и они весьма скромны тогда откуда эти драгоценности найдены вашей комнате это ли литургические сосуды я спас их из-за разграбленной церкви в компании я бы скорее умер от голода чем продал их чему вы учите попечители приютов платят только за уроки чтение письма это почему подсудимый учил детей тому что законы божьи находятся выше законов республики вы распространяли суеверие контрреволюционную пропаганду это не допоминаю не допомнимание дети которых я учу не смогли бы понять столь вот сложных вопросов слова обвиняем лишь усугубляют его вину если он не не способны понять эти вопросы то зачем он их поднимал я только отвечал на вопросы директора приюта в гомби я не я сказал ему что закон боже превыше моего изгнания волей божьей я не мог покинуть страну у меня есть долг обязующий меня помогать нуждающимся какую информацию подсудимый передал архиепископу дэбрэй дэбрэй никакой у меня нет связи с архиепископом чем может помочь ему бывший бывший викарий что насчет вашего письма мы нашли его среди ваших бумаг вы получили инструкция от архиепископа это просто письмо а не инструкция и они не от архиепископа от моего знакомого викария из компании жанна арсена черетто я сейчас прибывает я знаю только что он собирался здесь в швейцарии возможно он передумал вот почему я даже не собирался отвечать на письмо никакое совпадение архиепископ дэбрэй тельный не живет именно в швейцарии это действительно совпадение в швейцарии живет много священнослужителей так такое жалование подсудимый получает как учитель два франка в неделю но многие люди платят мне едой хлебом маслом иногда вином вас не заботит что беднякам приходится лишать своих детей ради еды и своих детей еды ради вас меня за это заботит но мне тоже нужно есть мы наставим на объяснение откуда взялось это золото разве оно не от ваших заграничных поддельников конечно же нет это золото собственно из прихода в компании и я только временно его храню это золото мне не принадлежит ой и оптиль моптиль ему сейчас будет хана так подожди не бланк вердикта а вот сюда рапорт да это я пока не понял где два франка в неделю как когда я депутся не смущал у мы жители парижа а это что такое ответчик служил нес и вопреки запрету мессы нет церквей в которых я мог бы это делать это для чего предназначенный кубок и мощевик который хранятся у ответчика личные религиозные практики но вам было запрещено проводить службы это не служба всего лишь молитвы декларация прав человека и гражданина разрешает мне молиться вам должен быть знаком этот документ не уклоняя не уклоняйтесь от ответа следуя свою верным обыча в прогрессивном государстве вы распространяете смуту почему подсудимый продолжил работать учителем а не покинул францию помогать другим мой долг если я не могу помогать как священника хочу я хочу хотя бы поделиться своими знаниями ваше знание католическая пропаганда я предпочитаю называть этот католическими ценностями вызовите свидетельницу мари жеме граждан как его зовут мари жеме миссию судья а что мне мне это я только два могу вопрос задать из один из них поддерживал ли подсудимый интенсивную переписку это вы о чем много писем он получал не припомни каких писем на его имя насколько активную жизнь он вел у него было много гостей не помню чтобы хоть раз к нему кто-то приходила его не было большую часть времени он в комнату возвращалась только поспать и куда же он ходил постоять со мне таких вопросов не задаю он подвергал критике в революции и и совершения однажды сказал что вместо того чтобы резать людей лучше бы им давали работу и образование что дети голодает и ну не умеет читать и писать он сомневался в законах вот вы спросили я что-то такое припоминаю как-то вечером он жалуется что закон не работает что умный человек отправил бы всех детей в школу даже сил если придется священники тысячелетиями французов поучали и ничего хорошего из этого не вышло что на это может ответить подсудимый все так как сказала мадам жеме я хочу чтобы все дети получали достойно и всеобъемлющее образование разве это критика революции равенство один из ее постулатов понятно и что и что вы мне прикажете делать что вы мне прикажете делать я не знаю смущало мы жители парижа по моему так так и чего его надо его надо чуть-чуть делать простой люд вообще не поймет для я приговорю кого-то по шару к заключению увидите приговоренного он не заслуживает жизни мне нечего прибавить вас вообще волнутоши так я понял хорошая работа а подожди я помнишь у нас где-то были очки влияния а что я с ними могу делать ничего пока не могу делать сейчас иерархией пока ничего не понятно ну что давай закончим это но пока в общем как-то да вот так вот как-то так вот как-то так меня поймали меня избили иерархии иерархии серьезно я продержался 4 это смешно ребят ну вот как не надо играть в эту игру собственно говоря вот так не надо в нее играть да а не знаю почему но видимо вот так вот будем заново как бы проходить или нет пролог может пролога начнем загрузить день да понятно да то есть нельзя чтобы простой люд короче в ноль уходил все я теперь понял а да нет 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 пропускаем конечно ну ребята мы же все с вами видели а это можно пропустить можно пропустить пожалуйста да и но я понял что пролог алёра парень хочешь немножко пролога а вот можно пропустить так у нас семья сейчас будет да насколько я помню так требует неинтересно да 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 так значит а что у нас было да я помню все но не надо ну хорош 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 так папка сделаем бля 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 вопросы сколотый раз я понял сколотый звук нет подожди детская игра сколотый зуб пострадавший жертва так дерущиеся дети ход событий все вопросы были открыты уже так подожди так подожди новость примите решение дожди я не могу принять решение я пока не могу принять решение так 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 я помню что на ушко короче вот на ушко это нельзя это делать короче на ушко а подожди сейчас стоя что это такое пригрозитель и ваш представитель не секрет то что из-за ваша собраться другие детей на каш проблем на кое расписать так так ну хорошо давай значит там бла 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 так 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 что мы имеем значит что мы имеем значит что мы имеем что мы имеем что мы имеем а что это такое очки влияния минус 3 у меня их 0 игнорировать это они мне что-то хотят виновен или невиновен если виновен до виновен а к сожалению драться нехорошо и неважно по какой причине даже такие малыши понимает о чем говорят отец моих детей лжец пенсии игрок бернар когда забрался тебя пример но к счастью он быстро возрастал теперь черед фредерика узнать правду о которой говорят даже на улицах а вы райман вы же должны быть доставником моего мужа и чему вы решили его учить тому кто как повторить ваши ошибки лишиться семьи я и не думал что матильда столь напористо как и я мы подождем снаружи как и всегда так подожди с пролога сохранение это понятно смотри но у нас пролог тогда я помню что пролог был плохим для нас а сейчас что вы а мы отсмотрели да мы это видели насколько или нет или не видит не по-моему видели по-моему видели виде и нам сейчас быстро доползем до четвертого дня чтобы понять какие решения нам нужно делать так и опять новости соседские криво толки в этом городе только у мертвых нет дурных привыч как он делал до досужих разговоров эффекты я все в минус ушло серьезно всего в минус ушло прикинь с ней нельзя было не говорить короче не значит нужно было пригрозить что ли видимо наверное надо было пригрозить да ладно папка сделаем я хочу сообщить что гражданин курбис не платит за за свой прилавок так же он открыто критикует новое правительство когда говорит с клиентами а вот там я я тоже не помню что этому тогда отвечал сейчас насаживался если я помню там один короче он дегли он кратчем утекте налью тут его палкой отхерачил или что такое или что такое ладно а подожди ваше имя бала бла 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 да 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 такая не открыл да вопрос папка с вопросом так дегать значит нет подожди прилавок деревянная а дегать уже закрылся что а я больше не могу там банкры чем торгую там бла 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 его освободить уже не бла 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 освободить и вот теперь его надо чтобы зашла он все такого торговлю шла как обычно и вдруг без всякой причины гидению достал палку начал крушить ваш прилавок да они с того ни сего как животное каждый курбис не надо принимать меня за дурака и чего протокол что делать с ним но хорошо ладно а и мне вот сюда теперь парижане будут покупать рыбу другом месте джин дню за вандализм и приговорить за заключению приобрели стражников что им придется нелегко не думаю что народу понравится то суровое наказание но в смысле не понравится они что вам понравились 100 люд все сделал мне нужно балансировать то есть как бы до между простым людям людям и чтобы ты приспорить со мной а я не могу с тобой пойти братан потому что мне на домой идти домой да а потому что там у меня сейчас семьей поднимется эти отношения насколько я помню по моему этот отношение между семьей они тоже влияют на игру а может и нет так они то просто разговаривали они короче мне нужно просто сделать выбор в принципе все в принципе все очень просто я вот только не знаю а если я контрреволюцию в ноль опущу о и революцию в ноль опущу так ваше действие в суде могут влиять на отношения с семьей да хорошо игры с детьми значит игры а я а на отношение фракциям вашему отношению заставлять других чем любит больше забудьте игры с детьми бамс 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 игры с детьми я принимаю а вот все опа а вот от него вот это мы узнали да так от этого короче маленького а вот этого маленького писюка мы можем короче всех их а это хорошо да это мне нравится сегодня этап семена результата пара срезал за то что она этому тоже было ой что такое что он спросил а видимо на интересно чего король почти почтил нас своим визитом ледовик 16 участка марша плечом к ну это мы тоже вроде в первом опыта кто такой о прошу продолжать лишь понаблюдаю стороне считать что меня здесь нет мне не доводилось что малом дэбэ бэ 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 так у нас сейчас опять какое-то дело а вот это по-моему новые нет очки влияния 3 простой люд очки влияния на что влияют по моему на этот сынок вашего сына рнар хорошо так эффекты плюс а плюс один это что поддержка простого людо я могу так хорошо так значит подожди значит дело поцедиме оливия мюглиш 65-летний за мощных дел мастер а про кстати вот здесь значит было найден дорогу карта так хорошо ладно давай вопросы а Опа-на Сколько осталось вопросов? Два череда ограблений Ход событий, неизвестный вор, улики Все вопросы открыты Хорошо В первом видео, где я проходил эту игру Я не смог Согласно материалу Я не смог все вопросы открыть Согласно материалу, вы и есть гражданин Оливей Мюглер Да это я, мессия, судья Могу я попросить кое о чем? Мне бы присесть, свидетель, я старик Вежливец в субботу требует, чтобы вы стояли Имена Солан, Рют и Ру Вам что-нибудь говорят? А, имена Похоже, это имена моих должников Должников? Это жертв совершенных вами действий Вы имеете ввиду создание замков? Жертвы заказали у вас изготовление замков для сундуков Кто их установил? Я и установил, естественно Все в соответствии с договором Моя работа заключалась в изготовлении и установке замков А заказчику оставалось только убедиться в том, что работа выполнена И заплатит ясное дело Установка происходила в вашей мастерской? Нет, на месте у заказчиков Никто из этих бездельников не потрудился доставить сундуки в мою мастерскую Поэтому пришлось напрягать мои старые ноги Из этого следует, что вы знали адреса жертв А, как бы еще я у них оказался На телеге со связанными лозами, что ли? Вы были знакомы с Гектором Вианом Я впервые слышу это имя Вот как? Занято слышать такое после того, как вас с ним видела Видели за несколькими бутылками, да? В тракте Риуржи Марго Это теперь считается преступлением? Нет, но вопрос в том, зачем вы отрицали знакомство с Тимом? Ваша пьянка была прикрытием для обсуждения плана ограбления? Никто из моих собутыльников не представлялся как Гектор Я не планировал никаких ограблений ни с Гектором, ни с Виктором, ни с Гюго Я простой следствий разрабатывал своим ремеслом хорошие деньги Крабежи для безработных неудачников Узнаете ли вы эту карту? Нет, не припоминаю, чтобы видел ее раньше Фердинанд Салан утверждает, что отдал вам эту карту как аванс за вашу работу Неужели? Этот гнусный второсортный торгаш Он вручил мне жалкий клащок бумаги за изготовление трех знамков И смеет утверждать, что он стоит больше трех тысяч франков Который должен мне? Пишина в зале суда Так эта карта принадлежит вам? Нет, не принадлежит Тогда где та карта, которую вы получили от гражданина Салана? А потерял где-то, но она не стоила хлебной корки Так что плакать по ней я не буду Если она бла-бла-бла-бла Это вы отметили адреса трех жертв на этой карте? Ничего нигде я не отмечал Дома ваших клиентов отмечены на карте Уж не знаю, кто их там отметил Вы лучше спросите человека, у которого нашли эту карту Не кажется ли вам, что в вашей истории слишком много совпадений? Вы получили карту, но потеряли, а потом ее нашли на теле вора Ограбившего ваших клиентов Я в случайности не изучаю, только замки Сколько вы запросили за свою работу? Три тысячи франков Это немалая сумма Да, именно столько стоит выскочь качественные замки Изготовленные мастером с 50-летним опытом И эти негодяне заплатили мне ни единого франка Жертвы не заплатили вам оговоренную сумму? Ни единого сумма Я бы выбил из них эти деньги, но я уже слишком старт для этого Это вы дали Гектору Виану карту с отмещенными на ней домами жертв? Я не давал ничего ни Ахиллесу, ни Гектору, ни бл-б-б-б-б Вы здесь сидели гражданина Жанна Рюда Ты это кто такой? Ты кто такой? Жанна Рюд собственной персоной Прошу вас не говорить, пока не спросят Ну, разумеется Что пропало во время ограбления? Меня ограбили самым первым Меня пропали только ценности А вот из дома Ру, сам он в этом не признается А я в тюрьму не хочу Пропали письма, которые скопились у него за годы переписки с королем Людовиком У Солана же ничего не пропало Потому что он пристрелил сзади прямо на месте преступления Так он мне сказал Что произошло с угрозенными вещами? Никто не знает, как сказал Солан При Гекторе ничего не обнаружилось Фердинал подозревает, что тот спрятал ценности где-то еще Он спрятал другие вещи перед ограблением последнего дома? Странно У вас озабоченный вид, вы что-то боитесь? Месье суди А эта толпа позади меня, ну знаете Что знаю? Я не хочу в тюрьму, а Солан сказал, что если я буду говорить глупости перед судом То меня посадят за несколько лет На несколько лет, это правда Гражданин Фердинанд Солан дал вам указание, что говорит суду Нет, ну пожалуй он мог дать пару советов Насчет того, как не попасть в беду из-за глупых разговоров Я нервничаю и иногда я болтаю всякую чепуху Э, ну а почему я дальше-то Больше похож на Штат, чем на Свидетель? Вот такая у нас буржуазия Почему я его не добил-то? По слухам, один из лучших замочных дел мастер во всем Париже И скромности не буду спорить Но это не может быть правдой, поскольку первый же вор из Орлеана Слегкостью взломал ваши замки Тогда это должно быть один из лучших воров во всем Орлеане Я вам вот что скажу Миссия судья Любой замок можно взломать при достаточном навыке Даже мои замки Это вы рассказали Гектурвяну, как взломать замки в сундуках жертв? Я понимаю, на что вы намекаете, но подумайте вот о чем Если бы он хоть кому-то рассказал секрет моих замков То я мог бы попрощаться с мастерской Подобные знания быстро разносятся среди воров И че? И че? Я вижу в этом решении социально справедливость Если можно так выразиться Они не заплатили ему Он подстроил их ограблению Равно цена, бен А почему репутация минус 3? Так, хорошо, ладно, погнали дальше Там сейчас, по-моему, будут картинки какие-то Ну, вступление, смотри Ой, нет, подожди, чуть новая Были те, кто искренне любил короля Людовика XVI Он служил, напоминя на того, что у французов были благородные предки А я, по-моему, это было это или нет? Я че-то не помню Так, ладно, это, по-моему, было Это, по-моему, было Один из нас, сразу за машину по улицам Эффекты Поддержка улицы вору плюс один Поддержка по самолюду минус 3 А, она просто болтает, короче, что он там играет Ему не нравится, короче, юриспруденция Заблокированные действия пройдут через различные важные советы Вы можете столкнуться с действием, которое нельзя отменить В этот день вы можете то, что посеяли А, он может влиять на народ, смотри, а он А она на репутацию может влиять, понял Понял, хорошо Так, день третий, день третий, мы, по-моему, с вами все А, ну, гильотина, гильотина Гильотина, у меня появился прокурор И с помощью, короче, прокурора, бла-бла-бла Так, давай сразу, короче, перейдем Да-да-да-да-да Сразу перейдем, там будет мужичок Ой, или нет Это кто-то, это другой Жанн Ибер, известно, где полежал на уличную мальчишку, убившую при штурме Что-то новое Котина, Котина А, короче, заоправдательный или нет А, или, ну, пока непонятно, да Ооо, ёптель-моптель Смотри, как много читать Так, ладно, давай А, не, подожди, там уже три Папка сделан, папка сделан, папка сделан Это, это что, одно дело, а это что за дело А, хорошо, читаем Жанн Ибер, известный среди парижан Уличный мальчишка, убивший при штурме Бастилии коменданта Делоне И насадивший его голову на пику, был арестован После триумфа революции он пал на самое дно Однако многие люди все еще считают его героями И их не заботит тот факт, что парижские архивы завалены жалобами Насчет совершенных им краж, грабежей и приставаний к женщинам Рассматриваемое дело куда серьезнее Сейчас Ибер обвиняет в изнасиловании 16-летней Элоди де Понтальба Обвинения были предъявлены отцом жертвы, бароном Тома де Понтальба Многим он известен как родственник и друг коменданта Делоне Предполагается, что преступление было совершено в доме, предъявшем семье жертвы Жан был задержан работавшими Задержан работавшими снаружи людьми во время побега из здания Элоди дала письменные показания, в которых говорится, что Жан воспользовался отсутствием барона И большинство слуг в выходной день, чтобы проникнуть в дом Оказавшись внутри, подсудимый пробрался в комнату жертвы и совершил преступление Свидетельницей выступила Анна Мишель, гувернантка Элоди Именно она предупредила рабочих о подозрительных звуках, доносившихся из спальни ее подопечных К слову, многие из очевидцев посчитали необходимым уведомить нас о том, что Анна Мишель славится болезненной ревностью Многочисленными романами с другими французами Папка сделан в результате медицинского свидетельства Осмотр выявил следующее Дефлорация, незначительный ссадин в области гениталии, ушибы и кровопотеки на плечах смене и лице Ага, понял Так, погнали А что значит метод? Угу Твою мать Твою мать Да не, а о чем я сделаю-то, алло Проникновение в дом Метод Да ну, ну блин, ну вот Да ну, бред, короче Да я, что, я не смогу ничего сделать Господи, я вообще, я ничего не узнал Все, да, прикольно Классно Сунисознался в преступлении Нет, вы его действовали А, подожди, а я вам, может Вы знаете, что барон Дефанта Я являюсь в родственном покойном маркизе Не знал, но это многое объясняет Все делается в другую Дефанта Хочет избавиться от меня за то, что я освободил Францию от тирана Всех родичей для войны нужно было казнить давным-давно То есть из-за силы не было инструмента борьбы с монохринами Анархисты должны быть обезглавлены А их дочери должны благотурить Золотые слова Тишина, речь идет об изнасиловании девушки Моя жертва хрупкая юная Для чего мне было ее избивать Мне даже не пришлось ее раздевать Но она раздевалась сама Да, она выкрыла своего платья Растегнула мое ремень А потом подробности можете оставить при себе Месье судья Заходите, я вам все расскажу Вначале Насела держу вашу угроз Говорю вам, она была сама Если бы я ей отказал так Как вы вломились в дом Что значит, ломился Я вошел через дверь для прислуги Я думаю, вы знали эту дверь Баронская дочка мне сказала Еще она сказала, что ее любимые пальчики Большинство суток не будет дома Она сказала, что приходите Драть ту саму, которая не цельная А она очень ясно дала понять Все аристократки шлюшки Хочу сказать, что Барон, ты побежал Видимо Я не знаю, почему они в плюсах Короче, я не понимаю А, три-четыре Ну хорошо, ладно Это, короче, жестко Враг во дворце правосудия Это что значит? Ну ладно Хорошо А, ну мы печать, да, печать Да, хорошо Ну пусть быть такая Орел, несущий свои яйца Или кто? Покойной ночи Покойной ночи Так, теперь у нас Короче, у нас тут Так, у нас влияние на революционную Волюционную репутацию Да А этот, короче, он сейчас Его трясет, смотри Опа Этот, опа Ну мать Ты чего? Вот он, ты должен же Поднять немножко Подними немножко Так, ладно Значит Мы получали Получили, что мы Получили Очень плохо Да, это я был Принятие Так Теперь же, значит Что у нас Ну, это мы только что читали Это А, ну мы сейчас будем судить Этого Учителя Который не учитель Собственно говоря Мы здесь и закончили Да Папка сделан Папка сделан Так Вердитки Вердитки Протокол Так Ну давай Вопросы Значит Письмо А Тут смотри Тут по-другому Уже Шпионаж Так Так Ну мы же это с вами Читом Ой, а зачем я ее не хочу вызывать Верните А, так, давай-ка, знаешь, чё Во, вот так Были известны свидетели, что она сдавала комнату Не председавшему католическому священнику Лучше говорить всю правду, а не то окажутся Последующим подсудимым Недовитель не свидетели, пожалуйста, счет и гражданка Мне было неведомо, что он священник, он же в рясе не ходил Откуда мне было знать? Он хотел комнату, я ему дала комнату То есть он скрыл от вас сейф-факт Если в рясе не ходил, то, может, и скрыл Я не знаю Он во время платил за жилье Иногда приходилось пригрозить, что Выставлю его вон, но рано или поздно Он платил То есть обвинявый не производил на вас впечатление человека, обладающего внушительными суммами денег, отрясящих Нет, он вел жизнь бедняка Оно и понятно, как может простой человек Разбогатеть, давая уроки Погнали, чему вы учите? Так Ну мы это все, в принципе, отвечали же, да? Вижу, его почему-то посадить, короче Эээээээээээм Репутация минус шеи Я не понимаю, а как это делать? Низкая Постой лют очень высокое мнение Мне Если я делаю лишение свободы То, ну короче, то так, да Почему? Нет А я опять, я, по-моему, в тот раз то же самое делал Очки влияния, революционер Постой лют минус шесть Репутация плюс один Очки влияния плюс один Погнали дальше Так, надеюсь, в этот раз Все пройдет По-по-по-лучше, чем было, да? Или меня опять сейчас Уган дождь Не, я читаю книжку Иду по улице И все нормально Опа Ой, повесили кого-то Еще и меня Вообще, короче Это, камон Что произошло-то, эээ? На судью, вот так вот. Ой, а кого повесили? Предатель. А кто это такой? Я просто взял и ушел? Кого? Ой. Один дурак сказал слишком много. Другой выстрелил из Мушкета. Они сражались за свободу. Каждый считал свою свободу более важной. Тот мужчина... Никогда не забуду. Он спросил, не видел ли я его жену. Он нашел сына. Свобода, которую мы отняли у богатых и благородных. Мы искренне верили, что она того стоила. Его судили люди, долго лишенные своей свободы. Люди, которые знали лишь пыль, пот и гнев. Фуручка была неплохой и был шанс на развитие дела. Но почему семья Ронар захотела отобрать твой магазин, дедушка? Им хотелось денег и власти. Причина всегда одна. Даже сейчас ничего не изменилось. Сегодня все делается ради равенства, чтобы не только знать могла... Не только знать могла жить достойную жизнь. Тебе надо повзрослеть, мой мальчик. Мне истинно открылось только, когда моего сына и твоего дядю попытались приговорить к смерти. Незапно меня осенило, что значения имели только власть, которой у меня не было. И связи, которые меня никогда не заботили. Ты хотел жить честно во времена, когда беззаконие бушевало подобно лесному пожару. Тебе не о чем жалеть? Я не жалею, но мне бы все равно хотелось, чтобы твой брат жил, и у меня все еще было двое сыновей. У тебя есть братик-папочка? Где он сейчас? Он умер очень давно, еще до твоего рождения. Отчего он умер? Поменьше болтай во время еды. Твой дядя пошел на войну и погиб в бою. Ваше поколение скоро поймет, насколько глубокие раны мы нанесли этому миру. Раньше достойным людям, таким как Пашар, не проходилось беспокоиться обо всяких судах или трибунанах. Но теперь ты когда-нибудь допускал гипотическую возможность того, что Пашар был виновен? Нет, это только не месье Пашар. Он был не более виновен, чем любой из нас. Сын, не спускай глаз с Ренаров. Так, подготовка... Подго... В смысле? Как так? Я не могу, но хорошо. А, не настроена со мной? Ну, я понял. Хорошо. А, то есть, если бы я не подписывал, я бы мог бы и... Короче, да? Так, ну, сына, 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 сделай, подними немножко. Нет? Поднял. Ну, ладно. День пятый. Но, видишь, мы дожили хотя бы до пятого дня. Это уже прогресс... Налицо. Так. Так, а сколько времени прошло уже? Подождите, ребят. Много. Ребят, на этом закончу эту серию. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Ишемыга. Всем счастливо, всем па-ки-паки-дос. Да, пока, да.